Ситуация по ВИЧ-инфекции в Оренбургской области остается напряженной, и половой путь передачи в области занимает ведущее место. Последние годы особенностью распространения является вовлечение в эпид-процесс лиц среднего и старшего возраста, которые не относятся к группам риска. Сегодня и не на последнем месте стоит половой путь, то есть распущенность в поведении, секундный выбор партнера для своих сексуальных утех. В результате этого люди очень часто заражаются, и не только люди, и молодежь, и подростки. В Оренбургской области отмечается положительная тенденция по снижению числа вновь выявленных случаях ВИЧ-инфекции. За 10 месяцев этого года зарегистрировано более тысячи новых случаев, что ниже среднемноголетнего уровня заболеваемости за последние 5 лет на 17%. Если сравнивать с 2017 годом, то заболеваемость у нас снизилась на 38%. То есть тенденция наметилась на снижение. Но я не могу сказать, что это очень интенсивное снижение, потому что мы все равно остаемся в числе 5 субъектов Российской Федерации, в которых общее число случаев ВИЧ-инфекции. Поэтому по вопросу находимся на пятом месте. Но это за счет того, что все-таки 40% вот этого всего числа заболевших приходится на 2000-2002 годы. Но статистика такова, что мы этих людей не вычеркнем из общего числа, они остаются в этой сумме. На заседании круглого стола участники предложили обратить внимание на тестирование населения на ВИЧ для раннего выявления заболевания и определения показаний к лечению и снижению количества смертей от СПИДа.